Сегодня я, Аверин Владимир Анатольевич, преподаватель учебного центра «Специалист», предлагаю вам семинар под названием «Что нужно знать перед изучением сервера Exchange 2016-го». Для начала давайте немножко обо мне. На слайдике показана информация обо мне. Кратко скажу, я являюсь сертифицированным преподавателем Microsoft, имею звание MCT, которое дает возможность преподавать авторизованные курсы Microsoft. Моя специализация следующая – это Windows сервера, это сервера Exchange, это сервера SQL Server и это Sky for Business Server. Вот это мои направления, по которым я читаю авторизованные курсы Microsoft. Сегодня я хочу вам рассказать о курсах по серверу Exchange. Ну, прежде чем мы начнем говорить немножко о том центре «Специалист», в котором вы сейчас слушаете семинар, наш сайт «Специалист.ру», о центре, я уверен, знают все, многие, возможно, обучались в нашем центре. У нас очень большое количество классов, соответственно, и большое количество курсов, которые мы можем предоставить всем желающим получить различные знания по различным продуктам. Сегодня мы поговорим о таком продукте, как Exchange Server. План нашего семинара следующий. Я кратенько расскажу, что собой представляет сервер Exchange для тех, кто не знаком еще с этим продуктом. Дальше я расскажу, какие курсы предлагает учебный центр по изучению сервера Exchange. Также отмечу, в каком порядке рекомендуется изучать данные курсы. Понятно, кто приходит на наш курс, бывают в разной степени готовности. Если у вас есть еще время перед записью на курс скоординировать свои планы по изучению, я вам расскажу, какие предварительные знания необходимы, чтобы вы получили максимальную пользу от указанных курсов. Прежде всего, нам потребуется знание по таким технологиям, которые называются Active Directory. Здесь показаны некоторые названия на слайде. Соответственно, они обозначают штатные сетевые службы, которые используются на сервере Windows. Это служба каталога, доменные службы Active Directory. Это служба сертификации Active Directory. Это облегченная служба каталогов Active Directory, так называемая Lightway Directory Services. Это служба Federation Services, которая позволяет строить федеративные отношения между организациями. Это служба ADRMS, переводится как Right Management Service, служба управления правами, которая позволяет вам контролировать доступ к информации, автором которой вы являетесь. То есть управление правами. Все эти службы, которые здесь перечислены, в той или иной мере используются в Exchange. Поэтому знакомство с ними будет очень полезно для изучения самого продукта Exchange. Я вам сейчас покажу программу курсов, которую мы предлагаем, и потом покажу, где можно об этих продуктах, которые здесь указаны, узнать тоже поподробнее. Следующий слайд – это, собственно, курсы. Прежде всего, я хочу здесь обратить внимание по двум курсам по Exchange Server. Они обозначены здесь цифрой 1 и цифрой 2. Номера у них следующие – 203451A и 203452A. Номер курса – это штатный номер в программе авторизованных курсов Microsoft, который читается в учебном центре специалистов. В чем разница в этих курсах и почему два курса Microsoft создал по Exchange Server 2016? Причина в двух моментах. Во-первых, они ориентированы немножко на чуть отличающуюся аудиторию. Первое – вид на администрирование Microsoft Exchange Server 2016 прежде всего предназначено практическим администратором. Если у вас в организации уже развернут Exchange Server и у вас стоит задача стать его администратором, который будет практически управлять всеми текущими задачами администрирования, то мы начинаем прежде всего с курса 1А. Второй курс посвящен немножко другому – планированию и развертыванию Exchange Server. То есть в курсе начинается он не с этапа администрирования, а он начинается с того, как спланируют систему. Но у Microsoft это построено вот таким иерархическим способом. Сперва вы должны изучить продукты, уметь им владеть, а потом уже как архитектор, администратор вы можете участвовать в проектах, планировать развертывание, определять, скажем так, те задачи, которые стоят перед проектировщиком новой системы. Ну, в принципе, понятно, как бы разделение специализации, да? Администратор практически, он, в общем-то, решает задачи практического управления уже сконфигурированной развернутой системы. А второй определяет задачи развертывания системы на новой системы. От него, вот от ошибок первого, зависит, ну, если он сделает неправильное конфигурирование, потом это может быть исправлено каким-то обратным административным действием. Ошибки в планировании – это более серьезные ошибки. Это значит, мы выбрали неправильное количество лицензий, определили неправильную конфигурацию сервера, определили неправильное оборудование для его развертывания. То есть, от второго зависит более серьезное решение, которое более дорого обходится, ну, конечным потребителям, да? Поэтому мы и говорим, что сперва администрирование, потом планирование. Но, скажу, скажем сразу за второй курс больше. Второй курс – это не только планирование. Второй курс также содержит много дополнительных тем, которые либо не рассматриваются совсем в первом курсе, либо рассматриваются более поверхностно. Но это определяется как раз самим продуктом. Exchange Server – достаточно серьезный продукт, поэтому, чтобы его серьезно рассматривать, одного пятидневного курса недостаточно. Подчеркну, оба курса – это стандартные нормальные пятидневные курсы. Поэтому многие вопросы, которые также лежат в плоскости практического администрирования, они рассматриваются во втором курсе 2А. Чуть позже я в более подробном программе, по программам курса разойдусь. Вы сами можете посмотреть эти программы на сайте специалиста, если найдете эти курсы по названию. Там на русском языке программа каждого курса помодульно излагается. Но, скажем так, сейчас я вам тоже об этом немножко расскажу, немножко с другой позиции. Я покажу просто глобальные темы, которые у нас встречаются, и, соответственно, как они пересекаются между двумя курсами. Теперь немножко о порядке изучения. Обратите внимание, что до курса 2.0.345А, который я рекомендую в качестве первого курса для обучения, стоят еще курсы, которые посвящены службе каталога, Active Directory и другим сетевым службам. В качестве таких курсов предлагается курс 742 или курс 2.0.412. В принципе, эти курсы примерно аналогичного содержания. Первый ориентирован на Active Directory сервисы Windows Server 2016. Второй выполняет аналогичные действия, изучаются аналогичные вопросы на основе Windows Server 2012 VR2. Вы можете выбирать любой из этих курсов, поэтому они примерно одинакового содержания. Вот когда я говорил на предыдущем слайде о сетевых служб, какие используются в Exchange Server, вот они как раз рассматриваются вот в этих курсах. Либо на платформе 2016 сервера, я говорю вот про эти курсы, которые ADDS, ADCS, ADLDS. Ну, чтобы чуть поподробнее вам о них рассказать, сейчас я прокомментирую, для чего они нужны и используются в Exchange. Ну, во-первых, служба ADDS, Active Directory Domain Services. Вы наверняка знаете, что Exchange – это почтовый сервер, который, в общем-то, полностью развертывается в доменной среде Active Directory. То есть, прежде чем его развернуть, вы должны иметь как минимум один домен Active Directory. Почему? Потому что Exchange Server внутри стандартной базы службы каталога на домен-контроллерах хранит и конфигурационную информацию, информацию о пользователях, то есть, все, что нужно непосредственно для его работы. Для чего нам нужна вторая служба ADCS – Active Directory Certificate Services. Дело в том, что, как современный продукт, Exchange Server сразу предполагает, что нужно защищать почтовую информацию, и для защиты информации вам потребуются сертификаты. Сертификаты можно, конечно, покупать в каком-то коммерческом центре сертификации за деньги, но ряд организаций для своих внутренних целей развертывают центр сертификации на базе операционной системы Windows Server. Вот эта роль ADCS как раз и решает эту задачу. Вы можете на базе Windows построить стандартный центр сертификации, который будет выпускать стандартные X509 сертификаты, которые можно использовать для работы сервера Exchange. Следующая служба AD – LDS – Lightweight Directory Service, облегченная служба каталога. Она также активно используется Exchange для специальной роли пограничного транспортного сервера. О нем я немножко расскажу, когда вам покажу архитектуру самого сервера Exchange. Это такая маленькая база, которая позволяет хранить конфигурационную информацию на сервере, который не принадлежит домену, то есть на автономном сервере Windows. Следующая компонента, которая называется ADFS – Active Directory Federation Services. Federation Services или по-русски федеративная служба Active Directory, вам потребуется в случае, если вы будете организовать какие-то гибридные развертывания, например, с облачной службы Exchange Online, или будете строить какие-то совместные конфигурационные настройки, которые позволяют объединять вашу организацию Exchange с другой организацией Exchange. Federation Services, ее основное преимущество состоит в том, что при организации федеративного такого траста между различными организациями вы можете проходить аутентификацию в собственном домене, при этом обеспечивается доступ к ресурсам, или почтовым сервисам, или к другим приложениям в другом лесу Active Directory. В случае с использованием Exchange Online вы можете не в облаке заводить учетные записи для облачных почтовых ящиков, а использовать именно локальные учетные записи. Последняя служба, которая здесь перечисляется – ADRMS – Active Directory Right Management Services, служба управления правами. Используется в тех сценариях, когда мы хотим еще дополнительно защищать почтовые сообщения. В этом случае можно организовать передачу почты таким образом, что почтовые сообщения, пересланные определенному получателю, можно будет управлять этим почтовым сообщением только с теми правами, которые дал отправитель этих сообщений. То есть можно запретить определенный доступ к почтовому содержимому, запретить распечатывать сообщения, пересылать кому-то другому, сохранять копии этих сообщений и так далее. Это все доступно через технологию ADRMS, которая является также одной из ролей Windows сервера, но может быть интегрирована с Exchange Server. Вот это краткое описание тех тем, которые вы можете изучить на указанных курсах, которые я здесь перечислил, которые являются как бы такими предварительными курсами, которые полезно знать до изучения Exchange. Двигаемся дальше. Для кого все-таки ориентированы вот эти два курса, которые я здесь перечислял? Прежде всего, конечно, это на IT-специалистов, которые либо уже работают с Exchange Server, либо хотят начать работать с ними. В том числе, узнать о тех новых возможностях, которые предоставляет Exchange Server 2016 по сравнению с предыдущими версиями данной почтовой системы. Может быть, многие из вас работают с такими версиями, как Exchange Server 2010, 2013 и так далее. В принципе, курс ориентирован как на практикующих администраторов почтовых систем, так и на участников проектов по развертыванию почтовых систем на базе Exchange. Как я уже говорил, второй курс содержит много тем, которые именно посвящены вопросам проектирования и планирования новой почтовой системы. Также нельзя исключать тех слушателей, которые ориентируются на получение сертификационных экзаменов Microsoft. На два этих курса, первый и второй, ориентирован сертифицированный экзамен Microsoft. Здесь показан его номер 70345. Сдача этого экзамена вкупе со сдачей экзаменов по операционной системе Windows Server дает вам сертификацию эксперта по почтовым системам Microsoft. Двигаемся дальше. Если обобщить требования, которые предлагаются для слушателей данного курса, то здесь я буду неоригинален, если скажу, что любой сетевой продукт, он ориентирован на знания сетевых технологий. Прежде всего, это протокол TCPIP, это DNS, без которого использовать Exchange Server, так же, как и любая поддержка вообще домена Active Directory, оно бесполезно. Очень полезно, но не обязательно для курса, знание почтовых протоколов. К нему, прежде всего, я отнесу протокол SMTP, Simple Mail Transport протокол, а также те протоколы, по которым к серверу Exchange могут подключаться клиенты. К ним можно отнести такие протоколы, как стандартный HTTP, POP3 и MAP4. Знание этих протоколов будет полезным. Знание технологии AD, про это я уже говорил, поэтому повторяться не буду. Перечень соответствующих служб здесь перечислен. Нужен ли опыт работы с Exchange Server перед началом обучения нашего курса? Если вы начинаете стандартное обучение с курса номер 1, который называется 1А, то, в принципе, опыт работы с Exchange не обязателен, потому что курс ориентирован в том числе на тех, кто начинает заниматься Exchange Server. Дмитрий, звук, вы пишете, пропал. Сейчас есть звук? Двигаемся дальше. Давайте посмотрим, как можно изучать указанные курсы. Учебный центр «Специалист» в данном случае предлагает нам два формата изучения продуктов, в том числе Exchange Server. Первая традиционная лекция вживую в классе, к которой, может быть, вы наиболее привыкли, когда преподаватель читает соответствующие лекции, потом вы можете, соответственно, делать самостоятельно практические лабораторные работы. Второй вариант, который у нас также практикуется, это лекция, записанная заранее, существующая в виде лекции. Лекция называется формат «Открытое обучение». Выглядит это так, когда вы приходите и в классе же, слушаете записанную видео лекции, которая была записана вживую на одном из занятий, но при этом в классе присутствует преподаватель, как правило, тот же самый. Ну, по Exchange, это конкретно я и буду присутствовать, который записал эти курсы, и, соответственно, если что-то непонятно по видео лекциям, мы с вами общаемся вживую, и я вам отвечаю на все интересующие вопросы, которые вам оказались непонятны в результате записанных лекций. В чем может быть преимущество вот этого формата открытого обучения? Здесь можно следующее сказать. Значит, преимущество прежде всего два таких основных. Во-первых, можно более быстро попасть на интересующий вас курс, потому что курсы в формате открытого обучения проводятся гораздо чаще, поэтому если вам нужно срочно изучить какой-то продукт, вы можете записаться в формат открытого обучения и заниматься самостоятельно. Второе, для тех, кто, ну, занимается так в своем, хочет заниматься в своем собственном темпе, потому что в классе темп задает преподаватель, да, здесь можно слушать в своем темпе, прослушивать интересующий темп модуль более подробно. Можно, скажем так, повторно его прослушать, если что-то непонятно. Можно больше внимания уделить более интересным темам и, скажем так, более быстро прослушивать темы, которые менее интересны. То есть второй формат ориентирован на таких, ну, тех, кто жестко планирует свое время, кто ставит определенные задачи, кто может заниматься самостоятельно. Советы для тех, кто вот в таком формате будет заниматься. Прежде, перед началом занятия четко спланировать свое занятие. Это, значит, посмотреть программу курса, посмотреть, какие видео-лекции вам доступны. Они разбиты либо на дни занятия, либо на модули. Соответственно, посмотреть, в каком порядке вы их будете изучать. В качестве вспомогательного средства, точнее, может быть, даже и почти основного, у вас есть живой преподаватель в классе, к которому можно обращаться по любому вопросу в любой момент в течение рабочих часов проведения этого курса. Кроме того, в любом формате, либо в живом, либо в открытом обучении, вам доступен еще учебник фирмы Microsoft. Учебник фирмы Microsoft – это электронный учебник, который вы можете скачать, точнее, в онлайне просматривать на сайте www.skillpipe.com, либо в дальнейшем скачать себе и иметь его в качестве электронного учебника у себя на рабочем месте. Кроме того, обучение на курсах позволяет вам делать и практические лабораторные работы на виртуальных машинах под управлением Hyper-V. Сейчас я могу вам быстренько продемонстрировать, как это происходит. Для этого вам в классе, на том рабочем месте, с которым вы будете работать, будут установлены виртуальные машины. Для тех, кто не работал с Hyper-V, я сейчас покажу, как это можно делать. У вас, прежде всего, будет доступна такая программа, которая называется Hyper-V Manager. Hyper-V Manager – это диспетчер управления виртуальными машинами под управлением Hyper-V. Каждая машина, вот здесь показаны виртуальные машины, видите, их много, которые доступны для, в данном случае, для второго курса, видите, здесь 2А циферка стоит в названии этих виртуальных машин. Каждую машину вы можете запускать по отдельности. Для этого правой кнопочкой есть функция Start. Вы сразу видите, что машина стартована, в каком состоянии она находится. И можно подключиться к виртуальной машине другой – функции Connect. Когда вы подключитесь, можно еще выбрать формат видеорежима, который вы будете использовать. Ну, чтобы у меня вмещались виртуальные машины, я вот выбрал 1024 на 768. И вижу процедуру, даже можно видеть загрузку этой виртуальной машины. После этого вы входите с паролем, который вам будет доступен в лабораторных работах. И уже работаете с конкретными, с конфигурированными программами, которые предназначены для данного курса. Ну, вот здесь я могу рассказать, что все виртуальные машины, это не значит, что все их нужно запускать одновременно. Для каждой лабораторной работы будет определен перечень виртуальных машин, которые нужно использовать. Вот этот такой большой комплекс машин предназначен для того, чтобы вы могли сделать разные сценарии выполнения лабораторных работ. Ну, в частности, основные машины здесь показаны. LONDC1, это контроллер домена. X1, X2, два Exchange сервера 2016-х, которые уже сконфигурированы в составе домена tamadatum.com. Есть специальные машины, чтобы рассмотреть сценарий работы на разных сайтах Active Directory. Есть машины из другой организации, которые предназначены для рассмотрения вопросов обновления с предыдущих версий Exchange сервера до Exchange сервера 2016-го. Вот эти перечни машин здесь показаны. Как мы работаем, в чем ценность лабораторных работ, которые предоставляются в авторизованных курсах Microsoft. Вы каждую лабораторную работу, как правило, можете делать отдельно и независимо друг от друга. То есть, можете начать с третьего модуля, потом вернуться к первому модулю, потому что после выполнения каждой лабораторной работы вы возвращаете виртуальные машины в исходное состояние. Обратите внимание, что по каждой виртуальной машине есть моментальный снимок, снапшот, и есть операция, которая называется REVERT, вот здесь она показана, которая позволяет откатить виртуальную машину, повторно подтверждаю REVERT, в исходное состояние. Видите, она переходит в состояние OFF. Я также откатываю в состояние OFF другие машины. и, соответственно, после этого могу заново стартовать нужные мне машины для выполнения другого упражнения. Все конфигурационные настройки, которые мешают выполнению следующей лабораторной работы, вернутся в исходное состояние. Важное предупреждение по поводу отката виртуальных машин. После каждого модула подтверждение, что нужно REVERT, будет указано в учебнике, где описаны лабораторные работы, и обязательно нужно откатывать все поголовно виртуальные машины, а не некоторые. Потому что традиционная ошибка, когда какие-то машины откатываются, которые не откатываются, и в результате даже вы можете столкнуться с ситуацией, что Exchange не может подключиться к контролеру домена, вы не сможете нормально пройти лагон-процесс и так далее. Поэтому все машины работают синхронно. Есть некое начальное состояние, с которого можно начинать выполнение любой лабораторной работы. Вот на этом я демонстрацию завершаю. Что еще я хочу сказать про данный курс? Курс, конечно, содержит много интересных вопросов, которые посвящены именно управлению сервером Exchange. Здесь я накидал некоторые из тем, которые изучаются в составе курса. Вы можете их почитать, попытаться на них ответить. Я для примера, скажем так, отвечу на первый вопрос. Первый вопрос звучит так. Могут ли сервера Exchange 2016 работать не в домене Windows? Собственно, я недавно говорил, что Active Directory, доменная среда, нам нужна для работы доменной Windows, но требует для работы Exchange домен Windows или лес Windows, даже если более точно говорить. Но на самом деле в составе Exchange сервера 2016 есть специальная роль, она называется пограничный транспортный сервер, или по-английски H-транспорт, который не только не работает, но и не рекомендуется самим Microsoft, чтобы он работал в составе домена Windows. Именно для того, чтобы он был более безопасен, он выполняет роль такого SMTP-шного шлюза, который позволяет более безопасным способом отправлять и передавать почтовые сообщения в интернет и из интернета. Хочу отметить, да, ну здесь как бы и другие вопросы встречаются, они у нас изучаются на курсе. В следующем слайде я попытался глобально определить темы, которые у нас будут изучаться на двух курсах, и в скобочках поставил номера первый или второй, или только первый, или только второй курс, где рассматривается соответствующая тематика. Темы глобально следующие. Первое – это архитектура, проектирование и развертывание. Ну, понятно, что прежде чем начинать разговаривать о продукте, мы должны представлять его как бы архитектуру программного продукта. Оно изучается, в общем-то, и на первом, и втором курсе. Но, например, такие вопросы, как проектирование новой организации, изучаются только на втором курсе. А развертывание изучается как на первом, так и на втором курсе. Только в первом курсе изучается развертывание одного сервера Exchange на одном компьютере, а во втором изучается, как можно развернуть Exchange, например, на разных сайтах Active Directory, то есть определить такую распределенную среду работы почтовой системы. Следующая тема – клиенты и клиентский доступ. Вы должны себе четко представлять, что для того, чтобы работать с Exchange, необходимы, соответственно, клиентские программы и клиентские протоколы. Exchange сервер поддерживает в настоящее время три таких варианта клиентов, или даже четыре, можно сказать. Это стандартная программа Outlook, которая является таким базовым клиентом. Это веб-клиент Outlook, или тот клиент, который доступен через обычный браузер. Это клиенты мобильных устройств. С мобильными устройствами можно работать с сервером Exchange. Ну и пока еще поддерживаются старые почтовые клиенты, которые могут подключаться по таким протоколам, как POP3 и MAP4. Это вот что касается клиентского доступа. Транспортировка сообщений. Вы должны представлять, как осуществляется передача сообщений в качестве почтового транспортного протокола, используется протокол SMTP. Вот все, что связано с настройкой коннекторов, безопасности передачи сообщений, надежности передачи сообщений, почтовых доменов, на которые можно направлять сообщения, изучается в разделе транспортировка сообщений. Видите, курс первый и второй. Сервера Exchange, как правило, строятся с учетом того, что они будут работать в системе, где они требуются, например, круглосуточно. И поэтому в состав, в конфигурацию Exchange вносятся элементы высокой доступности. То есть вводится определенная избыточность программных продуктов. В случае отказа каких-то частей под системы происходит автоматическая переконфигурация, и мы можем работать с дополнительными компонентами, которые обеспечивают на непрерывность работы почтовой системы. В качестве примера такой доступности можно указать группы высокой доступности, которые известны под английской аббревиатурой DAC – Database Availability Groups. Но технологии высокой доступности не исключают необходимость восстановления системы после аварии. Вот это нужно четко себе помнить, что методы высокой доступности, или по-английски high availability, не заменяют технологии disaster recovery, восстановления после аварии. Потому что, ну, бывают ситуации, когда нам не хватает технологии высокой доступности, чтобы не потерять информацию, нужно и представлять, как можно восстанавливать информацию после аварии. Следующая тематика. Почтовые системы должны у нас защищаться от чего? От вирусов и антиспама. И от спама, да, это две основные беды современных почтовых систем – борьба с вирусом, борьба со спамом. В Exchange есть встроенная поддержка и того, и другого, но если она недостаточна, Microsoft рекомендует определенные элементы, как защищать от вирусов и спама с помощью продуктов третьих фирм. В процессе передачи сообщений мы также должны защищать почтовые сообщения. Для этого обычно шифруется почтовый трафик. Также можно защищать сообщения в процессе хранения. Я уже упоминал вам такую систему ADRMS, вы можете к ней обратиться. Что еще изучается на курсе по Exchange? Так называемые политики хранения. Можно определить политика, которая будет определять срок хранения определенных сообщений внутри почтовых ящиков. И что делать, когда этот срок подходит к концу? Можно удалять сообщения после, например, двух лет хранения. Можно архивировать сообщения, если у вас настроена архивация сообщений. И так далее. Почтовая система Exchange позволяет реализовывать не только технологии просто почтового обмена. Можно реализовывать определенные корпоративные стандартные правила, то есть такую политики применять в почтовом сообщении. Например, известна такая политика, как DLP. Я аббревиатуру здесь буду указывать. На курсе это подробно изучается. Расшифровывается как Data Loss Prevention. Предотвращение, так по-русски можно сказать, утечек, ну такой конфиденциальной информации из почтовой системы. То есть есть технологии, которые тестируют почтовые сообщения в процессе передачи. И если сообщение удовлетворяет определенным требованиям этой политики, то сообщение может, например, быть аннулировано или перенаправлено другому отправителю, или просто прекратить свое существование. Корпоративные стандарты могут определять, например, хранение определенных почтовых сообщений в течение определенного срока. Например, всю переписку хранить два года с момента поступления первого сообщения. В этом случае есть специальная политика, что даже если пользователь удаляет сообщение своего почтового ящика, оно окончательно не удаляется и может быть восстановлено администратором для реализации такой политики. В настоящее время Microsoft предлагает нам активно взаимодействовать с облачными серверами, в том числе почтовыми. В качестве такого решения предлагается Exchange Online. Многие организации используют такие почтовые системы. Некоторые используют так называемый гибрид. Гибрид, когда у вас часть почтовых ящиков, например, располагается в облаке, а часть располагается локально. Тем не менее, вы можете поддерживать единую адресную книжку и определять, какие ящики вы хотите держать в облаке, какие держать локально. Это называется гибридное развертывание. В разделе «Интеграция с облачными сервисами» рассматриваются различные варианты такого развертывания, протоколы, которые используются, конфигурационные настройки, которые для этого применяются. Отдельный раздел «Существование с другими организациями», в том числе организациями Exchange. На самом деле, есть определенные механизмы, когда вы можете в рамках одной физической организации поддерживать две организации Exchange. Или вы хотите для каких-то соображений организовать коллективный обмен не только почтовыми организациями, не только почтовыми сообщениями с другой внешней организацией, но и, например, доступ к общим папкам соседних организаций, или, например, организовать общее календарное планирование общих собраний. В этом случае нужно настроить так называемое сосуществование с другими организациями. Вот во втором курсе это подробно разбирается. Ну и, безусловно, многих интересует процесс миграции или перехода к Exchange Server 2016 с других версий данной почтовой системы. Значит, вот отдельный раздел нашего курса, он во втором курсе рассматривается, как можно либо мигрировать, либо осуществить апгрейд в другой организации Exchange. Я рассказал кратко темы. Для кого будет интересует, я создал такой специальный файлик, где вопросы этих тем рассматриваются чуть более подробно. Сейчас я данный файлик вам продемонстрирую, и вы сможете, если захотите, ознакомиться с ним тоже. Там излагаются темы, которые в обоих этих курсах у нас представлены, но чуть более расширены, чем на данном слайде. Сейчас я вам покажу, как выглядит этот файлик. Вот, называется файлик темы курсов по Exchange, он в PDF формате, да, вот, например, архитектура и развертывание, да, здесь вот в скобочках, опять же, на каком первом или втором курсе, и вот здесь показано, что более подробно изучается, или какие-то вопросы там изучаются, да, и этот файлик можно почитать подробно, он, значит, посвящен вот тем темам, которые у нас на слайде были указаны, архитектура, клиенты и клиентский доступ, транспортировка сообщений, настройка высокой доступности, как можно службы DAC строить, да, что такое теневая избыточность, как клиентские подключения можно сделать высокодоступными, транспортную подсистему, как распределенные дейта-центры делать на основе Exchange сервера, как восстанавливаться после аварии, здесь не только разбираются программы резервного копирования восстановления, а разбираются технологии, которые можно использовать для восстановления, такие как Recovery Database, Dial-Tone Database и некоторые другие. антивирусные и антиспамные защиты, да, здесь речь идет про антивирусные, ну, malware protection встроенные механизмы есть, а также есть различные варианты антиспамной защиты, для этого строятся специальные, настраиваются антиспамные фильтры. Кроме того, Microsoft предлагает такой облачный сервер, который называется EOP сокращенно, или Exchange Online Protection, который позволяет вам антиспамную, антивирусную защиту перевести в облаке, только защиту, не включая хранение почтовых сообщений в облаке. Ну, другие модули защиты сообщений, политика хранения и архивирования, реализация корпоративных стандартов и правил, интеграция с облачными службами, сосуществование с другими организациями и, собственно, миграция и переход к Exchange Server в 2016. Ну, например, там изучаются вопросы, с каких версий Exchange можно обновиться до Exchange 2016. Чем отличаются два механизма перехода к Exchange? Один называется процесс перехода, или по-английски upgrade, а второй называется миграция. И то, и другое можно использовать для перехода к Exchange Server в 2016. Если у вас были сервера 2010-е, то вы должны себе четко представлять, с какой роли надо начинать миграцию. Существует пять ролей, соответственно, нужно определиться, с какой роли начинать миграцию. Вот такая информация у нас дополнительно есть по тематике этих двух курсов. Что еще я хотел бы в заключении вам сказать? Сейчас мы посмотрим картиночку такую классическую, которая обычно в первом модуле курса изучается. Картинка посвящена архитектуре сервера Exchange. И давайте на ней посмотрим работу почтовой системы с точки зрения, где располагаются почтовые сервера, с кем они взаимодействуют, в какой из трех областей, скажем так, располагаются эти сервера. Области сетевого взаимодействия можно на три разделить. Это интернет, это корпоративная сетка, и это так называемая сеть периметра, которая между двумя фаерволами располагается. Самый входной фаервол и фаервол, который непосредственно отвечает за взаимодействие между этой сетью периметра и внутренней локальной сетью организации. Вот здесь показано, что во внутренней сети организации располагается первая основная роль сервера Exchange 2016, которая в настоящее время называется сервером почтовых ящиков или Mailbox сервером. Это основная роль, которая в настоящее время отвечает за что? за работу с базами почтовых ящиков, в которой могут храниться как индивидуальные почтовые ящики клиентов в почтовой организации, а также ящики для хранения общих папок. Вот они, базы. Кроме того, сервер почтовых ящиков отвечает за взаимодействие с клиентом. Там есть так называемая служба клиентского доступа, к которому непосредственно подключаются клиенты. И там есть транспортная подсистема, которая позволяет этим серверам взаимодействовать как между собой по протоколу SMTP, так и взаимодействовать с внешним миром тоже по протоколу SMTP. В принципе, сервер Exchange, чем хорош, он легко масштабируется от небольшой организации, которая состоит всего лишь из одного сервера Exchange, допустим, организация до 50 абонентов, так для очень крупных организаций, где множество Exchange серверов, где вам приходится применять специальные технологии, которые повышают надежность работы. Вот в частности, например, три сервера объединены в логическую DAC-группу, по-русски вот здесь она называется группа обеспечения доступности, а так по-английски это DAC, Database Availability Group. Это логическая группа, которая определяет набор серверов, базы в которых реплицируют информацию друг на друга. Таким образом, если выходит из строя либо отдельная база, либо целиком сервер Exchange, у вас не теряется ни сама информация, и не теряется доступ клиента к своему почтовому ящику, если у вас есть более одной копии базы данных. Ну, в организации имеется в виду. Что еще здесь на этом слайде можно посмотреть? Вторую роль, которая вот здесь показана, которая также поставляется, тоже называется Exchange Server 2016, только инсталляция в качестве роли пограничного транспортного сервера. По-английски это называется H-транспорт, ET. Назначение этой роли выступать в качестве, так называемого, самтипишного шлюза, который позволяет любым внешним серверам из интернета, и это именно для взаимодействия с внешним миром. Если вы используете Exchange Server только внутри своей организации, пограничный и транспортный, вам не нужен. Если же вы собираетесь более безопасно организовать доступ к интернету, то есть отправка и прием почтовых сообщений из интернета от чужих серверов, ну, желательно либо использовать такой пограничный транспортный сервер, либо использовать некий аналогичный элемент, который называется SMTP-шный шлюз, который будет фактически быть таким проксирующим для SMTP-шного трафика сервером, который будет, соответственно, взаимодействовать с внешними серверами, а потом взаимодействовать с внутренними серверами внутри организации. Как по приему, так и обратное направление, отправка сообщений, по этой стрелочке вот туда-сюда мы можем нарисовать SMTP-шные сообщения, как по приему, так и по отправке сообщений. Теперь, что касается клиентского доступа. Обратите внимание, здесь показаны основные клиенты, которые используются для Exchange Server. Это программа Outlook. Программа Outlook может подключаться как из внешнего мира, так и изнутри корпоративной сетки. Видите, Outlook – это такая универсальная программа. Кроме того, обычно с внешнего мира мы подключаем веб-клиентов Outlook. Это клиенты, которые, по сути дела, представляют собой клиенты браузеров, браузеров интернета. Microsoft поддерживает большое разнообразие, кроме, собственно, микрософтских браузеров. Можно поддерживать и, соответственно, и Google Chrome, и Safari, и так далее, и Mozilla. То есть он любые браузеры в настоящее время поддерживает для подключения клиентов к почтовому серверу. Ценность таких клиентов – универсальность доступа. Фактически не развертывая никакое программное обеспечение, мы с любого компьютера, в том числе и сторонних организаций внешнего мира, интернет, кафе и так далее, можем подключиться к своей почтовой системе. Но, естественно, безопасно, естественно, трафик будет не HTTP, а HTTPS, то есть с используемым SSL-шифрованием. Третий вид клиентов здесь показан – это разнообразные мобильные устройства, которые осуществляют доступ к экченчу по так называемому протоколу ActiveSync. Тем самым можно с обычного мобильного устройства закачать на мобильное устройство свою почту и работать с почтой непосредственно с мобильного устройства. Сюда можно добавить и старых клиентов, я здесь их обозначу как клиенты, осуществляясь по протоколу POP, либо EMAP-4. Соответственно, POP-3, либо EMAP-4. Это два таких старых почтовых протокола. В настоящее время они поддерживаются Microsoft, но планируются к удалению из поддержки. Но в настоящее время в окченч сервере в 16-м вы их использовать можете. Вот что касается… Ну, клиентский доступ, опять же, вот здесь, для того, чтобы он был универсальный клиентский доступ, предлагается внутри корпоративной сетки развернуть такое устройство, как балансировщик сетевой нагрузки. Тем самым, чтобы клиент, который подключается с любого, мобильное устройство веб-клиент Outlook мог подключаться на любой сервер экченч. Причем служба клиентского доступа, если почтовый ящик находится в текущий момент на другом сервере, автоматически переключат данное клиентское соединение на другой сервер, где располагается почтовый ящик. Сами же клиенты будут равномерно распределены среди нескольких экченч серверов, тем самым и повышается и доступность клиентского доступа. Вот что касается… Ну, другие элементы здесь показаны, также поддерживаются экченджем. В частности, можно поддерживать такой сервер, как Office Online Server, который позволяет клиентам, например, веб-клиентам, открывать почтовые вложения с офисными приложениями, не имея установленного там варда Excel на рабочем месте. Это будет осуществляться через специальный сервер, Office Online Server. Он не является частью экченжа, требуется установка отдельно. Еще одна интеграция поддерживается. Если мы хотим организовать так называемую голосовую почту, то из почтовых ящиков хранить не только текстовые сообщения, но и звуковые, которые поступают с телефонной АТС после работы автоответчиков, то вам потребуется настроить интеграцию почтовой системы с телефонной АТС, но правда, значит, с телефонной АТС, которая будет интегрироваться с сервером Exchange через специальное устройство, которое называется Voice IP шлюз, то есть голосовой шлюз. В этом случае у вас появляется дополнительная возможность хранения голосовой почты в обычных почтовых ящиках, а также осуществлять доступ к своим почтовым сообщениям напрямую звонком на определенный телефонный номер. Вот, собственно, на этом я завершаю краткий такой обзор архитектуры Exchange. Кто придет нам на курс, может изучать эту информацию более подробно. Ну, в заключение, по окончании нашего любого обучения в учебном центре вы получаете сертификат. В случае обучения на авторизованных курсах Microsoft также вам придет сертификат от фирмы Microsoft об окончании авторизованного учебного курса. Если у вас остались какие-то вопросы, я оставляю свой e-mail и адрес. Пишите о тех вопросах, которые остались у вас не ясными до конца. Я постараюсь ответить, может быть, не сразу, но обязательно отвечу на все ваши вопросы. Также телефон, прямой телефон учебного центра, площадки радио, где вы в текущий момент слушаете наш семинар. Ну, и приглашаю вас, конечно, в наш учебный центр для обучения. Ближайший курс по Exchange серверу первой версии состоится на следующей неделе, поэтому милости прошу, успеете еще записаться, вы можете попасть. Либо смотрите программу расписания наших курсов и приходите на обучение. Если какие-то вопросы, подчеркиваю, у вас остались, пишите мне на почту, которую я показывал на предыдущем слайде. Еще раз ее продемонстрирую. Это моя персональная почта, можно мне звонить. Зовут меня Владимир Аверин, я являюсь преподавателем курсов по Exchange. На этом мы наш курс завершаем. Спасибо за внимание. Приходите к нам на курс.